Добрый вечер. Сегодня я хочу вам рассказать о моторном масле. Я не профессиональный репортер, поэтому, извините, может быть, за некоторую сразу занудность, хочу рассказать о своих впечатлениях. Данное моторное масло на производство General Motors. Использую я это для своего автомобиля Opel Corsa 2007 года выпуска, то есть уже более 10 лет. Раньше заправлялся при техническом обслуживании в авторизованном сервисном центре. Но после того, как гарантия закончилась, уже начал самостоятельно покупать это масло. Значит, сейчас оно стоит 1200 рублей. А я его покупаю в магазине OnlineTrade.ru уже пару лет со скидкой 30%. То есть оно мне обходится дешевле, чем 900 рублей. И это происходит из-за того, что я пользуюсь их бонусной программой, которая очень выгодна. Например, сейчас вот за этот отзыв я получу 150 рублей. Вот именно поэтому я снимаю данный отзыв. А теперь возвращаясь уже непосредственно к данному маслу. Значит, вы видите хорошо характеристики его, вязкость и так далее. То есть здесь есть такой параметр, как технические характеристики. Сейчас забыл, как он называется. Допуск. Вот эти допуски. Вот здесь они написаны. В частности, я особо не заморачиваюсь. Именно стараюсь покупать масло фирменное. То есть родное того производителя, который производит автомобиль. Но недавно у меня случилась такая неприятная ситуация. На оперкорсе у неё потёк датчик давления масла. И мне пришлось срочно долить туда какого-то лукоиловского Genesis. Значит, что в данном масле нравится мне? То, что здесь вот сверху есть такая крышечка. Вот когда вытаскиваешь. Сейчас покажу. Вот она. Когда вытаскиваешь. С небольшим усилием. Здесь вот можно. Ну, в принципе, это не только у данного масла есть. Видите, она такая. Для долегки. С небольшим усилием. Но сразу минус ставлю ему. Какие-то острые вот эти края. Остаются вот такие штучки. На них можно поцарапаться. В принципе, у масла есть определённый срок хранения. То есть, но оно может, конечно... Ну, оно полностью синтетическое, данное масло. Поэтому я не думаю, что оно где-то сильно окисляется. То есть, можно, в принципе, даже впрок купить. Если чтобы у вас, например, не сгорели какие-то там бонусные баллы и так далее. Кстати, онлайн-трейд предоставляет скидку за регистрацию 250 рублей. Но её можно воспользоваться только от суммы заказа 2000 рублей. Вот. Продолжаем наше занудное. Смотр данного масла. Здесь была какая-то фирменная наклейка. Там, какая книжица даже небольшая. С параметрами. На многих языках я её выкинул. Вообще, я подрал выкину. Зачем она мне. Причём, в двигатель помещается где-то 3 литра. А продаётся либо 4 литра, как данная банка. Либо на даривку 1 литр. У меня на автомобиле масло двигатель практически не ест. Потому что я не газую. На больших скоростях и на больших оборотах не езжу. Поэтому здесь на даривку мне масло не требуется. Но вот кому-то может быть и требуется. Значит, здесь есть, как на многих, в принципе, производителей, удобный индикатор в литрах. Точнее, в полулитрах, да, здесь насечки. Это, конечно же, удобно. Упаковка непрозрачная. Здесь вы видите фирменную наклеечку, чтобы убедиться, что это не подделка. Вот. Вот сходу не могу найти, где здесь дата производства. Наверное, она была сзади где-то. А, вот же она написана. 04.08.2015 года. Вот, то есть, прямо здесь выбито она. То есть, вы можете легко, то есть, это сложно поделать. Вы можете легко проверить, чтобы масло более-менее свежее продали. Для тех, кому это вообще важно. Поэтому, в принципе, есть не такое же дорогое масло, на самом деле. Синтетика, полная синтетика. И с учетом скидки в онлайн трейде, я считаю, что это очень выгодный вариант. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, пишите. Я, конечно, не являюсь специалистом по моторным маслам, но постараюсь вам на них ответить. Спасибо большое за внимание.